Я продолжаю чтение книги Руф из Ветхого Завета. Глава вторая. У Наимине был родственник по мужу ее, человек весьма знатный, из племени Елемелехова, имя ему Вооз. И сказала Руф-Моавитянка Наимине, пойду я на поле и буду подбирать колоссе по следам того, у кого найду благоволение. Она сказала ей, пойди, дочь моя. Она пошла и пришла и подбирала в поле колоссе позади жнецов. И случилось, что та часть поля принадлежала Воозу, который из племени Елемелехова. И вот Вооз пришел из Вифлеема и сказал жнецам, Господь с вами. Они сказали ему, да благословит тебя Господь. И сказал Вооз слуге своему, приставленному к жнецам, чья это молодая женщина? Слуга, приставленный к жнецам, отвечал и сказал, это молодая женщина Моавитянка, пришедшая с Наиминью с полей Моавитских. Она сказала, буду я подбирать и собирать между снопами позади жнецов. И пришла и находится здесь с самого утра до сели. Мало бывает она дома. И сказал Вооз Руфий, послушай, дочь моя, не ходи подбирать на другом поле и не переходи отсюда, но будь здесь с моими служанками. Пусть в глазах твоих будет то поле, где они жнут, и ходи за ними. Вот я приказал слугам моим не трогать тебя. Когда захочешь пить, иди к сосудам и пей, откуда черпают слуги мои. Она пала на лицо свое и поклонилась до земли, и сказала ему, Чем снискала я в глазах твоих милость, что ты принимаешь меня, хотя я и чужеземка? Ваоз отвечал и сказал ей, Мне сказано все, что сделала ты для свекрови своей по смерти мужа твоего, что ты оставила твоего отца и твою мать и твою родину, и пришла к народу, которого ты не знала вчера и третьего дня. Да воздаст Господь за это дело твое, и да будет тебе полная награда от Господа, Бога Израилева, которому ты пришла, чтоб успокоиться под его крылами. Чрезвычайно трогательный отрывок Писания, и я не могу удержаться от слез. Она сказала, Да буду я в милости пред очами твоими, господин мой. Ты утешил меня и говорил по сердцу рабы твоей, между тем, как я не стою ни одной из рабынь твоих. И сказал ей Ваоз, Время обеда, приди сюда и ешь хлеб, и обмакивай кусок твой уксус. И села она возле жнецов. Он подал ей хлеба. Она ела, наелась и еще осталась. И встала, чтобы подбирать. Ваоз дал приказ слугам своим, сказав, Пусть подбирает она и между снопами, и не обижайте ее, да и от снопов откидывайте ей и оставляйте, пусть она подбирает, и не броните ее. Так подбирала она на поле до вечера и вымолотила собранное и вышла около ефы ячменя. Взяв это, она пошла в город, и свекровь ее увидела, что она набрала, и вынула руфь из пазухи своей и дала ей то, что оставила, наевшись сама. И сказала ей свекровь ее, Где ты собиралась сегодня и где работала? Да будет благословен, принявший тебя. Руфь объявила свекрови своей, у кого она работала, и сказала, Человеку тому, у которого я сегодня работала, имя Ваоз. И сказала Наиминь снохе своей, Благословен он от Господа за то, что не лишил милости своей ни живых, ни мертвых. И сказала ей Наиминь, Человек этот близок к нам, он из наших родственников. Руфь Моавитянка сказала, он даже сказал мне, Будь с моими служанками, доколе не кончат они жатвы моей. И сказала Наиминь снохе своей Руфи, Хорошо, дочь моя, что ты будешь ходить со служанками его, и не будут оскорблять тебя на другом поле. Так была она со служанками Ваозовыми, и подбирала колоссия, доколе не кончилась жатва ячменя и жатва пшеницы, и жила у свекрови своей.